всем привет мои дорогие друзья hello my dear friends мама привет всем идем ребята мы с вами сейчас мы в первую очередь с мамой и взяли вас с собой на новую почту нужно отправить посылку на украину мы еще ни разу не отправляли так как приезжали в этот раз нам нужно отправить не знаем когда приедем на украину кое-что своим хорошим очень можно так сказать поэтому идем дороги не знаем лесом полем этот навигатор показывает непонятно что иду по навигатору посмотрим куда мы придем всем желаем хорошего настроения отличного дня ну и конечно же в первую очередь мира и добра всем нам вот мы ребята шли-шли-шли и пришли к зданию улица камена 19b новая почта вот такая в польше а я смотрела по отзывам на русском и украинском языках говорят на почте и ты конфеты вот мы отправляем бинотик конфеты и печенье вид правил и мы с мамой у посылку ребята в общем до 15 килограмм вес 100 злотых дома или тысяча гривен или делим на пять получается цена в евро это с польши мы с кракова отправляем а до украины на киевщину вот теперь будем а знаете что можно отправлять что нельзя где-то самая работа чтобы знали напомнили бы больше посылочку но не знали який вес можно дать ты покласти общем заплатили такую сумму что можно было тяжелее и напомнить и больше покласти ну на сутного раза уже будем ознать и можно даже колбасу отправлять ребята якшо вона запакована термоупаковку и мясные продукты якшо вон и добже запакованы алкоголь нельзя конфеты печива можно все продукты до 10 килограмм можно отправлять это мы теперь будем с мамой знать и еще хочу сказать что был очень внимательный сотрудник новой почты молодой но очень внимательный все быстро отправилась перед нами качеством услуг новой почты теперь будем ожидать до дней и посылочка будет там дошли с мамой магазин чипсы посмотрели за 589 вот такие вот острые перец острый и тут какие-то еще пять злотых 89 грошей какие цены а вот водичка кстати недорогая мам вода вот такая вот вода газована один злотый полтора литра тут какие-то еще вафельки по 569 300 грамм вот с орешком это должны быть вкусные вафельки между прочим мы в этом магазине еще не были не были это по моему карифур если я правильно называю карфур говорит а вот такое молоко 439 32 процента жирности это должно быть хорошая молочкой и еще вот такой вариант так вот такая пачка формы а 435 злотых большое разнообразие кофе большой выбор такие варианты якобс 32 32 злотых получается весь я не увидела большая баночка как будто полукилограммовый тоже смотрите нормальные цены 24 злотых большая баночка достаточно есть и подороже 15 злотых сливочное масло по 399 пальмовая обходим его стороной берем натуральная только имеется ввиду не пальмовая так цели здесь почем ребята по 7 злотых какой вес 180 грамм сыров тоже очень много в 1875 вот в зависимости от того как он называется от названия и цена разная нарезанная уже удобно тут вареники по 10 39 а с мясом весь дешевле вот по 8 злотых по 7 39 тоже замороженные фрукты продаются разные овощи баночки с рыбкой шпроты 665 вот смотрите ребята еще в баночках помидоры целые без шкуры написано 3559 точно также собственном соку помидоры по 399 злотых тоже вот помидоры резаные и чесночок нарисован а вот с чесноком мам но резаные так вот еще какие-то другие помидорки красивые цена 655 подороже ну вот вот такие вот взяли с мамой попробуем так тут какие-то соусы мама нашла чипсы покажи которые мы брали очень ну только они распакованные возьми а запакованные сколько они стоят 389 такие наши украинские чипсы золотые чипсы нашли зесмаком сыру а вот наверно тоже ж только зесмаком крабу чипсы да но цев жены украй а кто також украинские с крабом всю мы возьмем но мы вас взяли уже вот такие что не можем взять майонез ребята 985 злотых разные соусы видимо это да соус до соус чесночный разновидность большая соусов до канапах вот написано лагерный цена 999 злотых соус чесночный 795 а вот тоже какие-то соусы но вот такой упаковочки видите соус салатковый для салата интересно первый раз обратила внимание на него и разные кашки крупы 389 зависимости от веса не в пакетиках вот таких коробочках пакетиках небольших фасуются гречневая каша 4 пакета по 100 грамм 7 злотых 75 грошей пшено даже есть давно не видела его 609 не обращала внимание 6 злотых в общем нам магазин понравился и мама сказала цены как в бедронке почти хорошие цены нормальные да и аккуратненько все так красиво без толчи и как там да это печенье очень вкусно некоторых магазинах по 5 лишним по 6 лишним здесь 4 карфур 4 48 злотых такие печеньки интересные по 4 85 с орехом такие варианты машина понравилась какая красивая хотели с мамой пойти в ботанический сад дамам но передумали посидим на лавочке немножко кракове все еще больше зазеленее на сейчас теплее дамы вышли с мамой было прохладнее как-то а сейчас уже ближе середины дня и где-то в 18 градусов тепло мама даже расстегнулась немножко теплее делаешь чем по погоде сейчас наши вчера было достаточно холодно сегодня уже хорошо тут посмотрите какое разнообразие цветов ребята клумба такая яркая красивая красивая разноцветная сколько цветочков на солнышке распустились туристы повсюду еще такой туристический автобус небольшой посмотрите какая красота небесная и вот так все по кругу высажена мама аж застыла да залюбовалась а 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 с Сегодня, несмотря на праздничный день, католическую Пасху, все так же работает, как и в будильнии. Плянички продаются. Аккуратненько, мам. Смотрите, какая красота, ребята. 89 злотых такое яйцо стоит на поставке. И уточки красивые. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, куда ни посмотришь, везде очень много людей. День прекрасный для прогулок. Интересно, куда они все едут? Задаемся с мамой вопросом. Почему там много так людей? Слева вот стадион. Тут понятно. Тут идет какое-то... Проходят соревнования, туда идут люди. А вот в той стороне мы никогда не были. Не можем понять, что там. Может, там цирк какой-то, мам? Вот там, когда-то мы проезжали, и был цирк. И идут с шариками, с божьими коровками. Будь может, там действительно цирк? Смотри. Видишь? Ну, купили же там. Ага, значит, там проходит футбольное соревнование. Ну, мужчина в шарфики пошел, значит, футбол сегодня. А, здесь куплики какие-то продаются по 8 злотых. 8 злотых. Смотрите, какие были кислотки, фрухи, сметанковые по 10 злотых. Это, наверное, вот эта вся связка стоит столько, 10 злотых. Вот как у мужчины. Я уже давно, ребята, столько людей не видела на улицах. Собачки тоже гуляют. Все хорошо. Мы решили посмотреть какие-то аттракционы для детей. насколько я понимаю. Что это, я даже и не знаю. Так, и что у нас здесь продают? Ничего не видно. Абсолютно. Так, тут у нас продают разные сладости. Ну, в общем, я думала, что это что-то типа цека, а это, оказывается, продают разные сладости, типа ярмарки. В общем, идем в обратную сторону, ребята. Посмотрите, там ярмарка впереди. Идем по травке. Мама говорит, как дома, да? Да, как дома, потому что у нас здесь термарка впереди. Да. Смотри, какой сладкий. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Там мы далеко. Не знаю, вам слышно или нет, ребята. Вот домики еще с другой стороны теперь вам покажу, ребята.